Пенсионерка Тамара Петровна Тамара Петровна Тамара Петровна говорит, что всю жизнь она верила людям и вот к чему привела ее доверчивость. В полицию же она не решилась обратиться, мол деньги ведь сама отдала и даже не подумала о том, что это ее последнее сбережение. После разговора с Тамарой Петровной нам удалось выяснить, что она не единственная обладательница нового оборудования, которое, по словам подъездных продавцов, способно вылечить даже, казалось бы, безнадежно больного. Более того, в одном из дворов Боровска нам удалось пообщаться с продавцами чудо-аппарата. Мне сказали, что вы презентуете. Именно я. У вас какие-то доказательства есть? Нет, я хочу... ...человека позвоню, который... Давайте. Давайте пройдем. Давайте пройдем. Данил, еще раз добрый день. Еще раз... Меня зовут Александр. Вот сейчас мы только что выясняли, что все-таки некий аппарат вы показывали. Я показывал, лично я. Вот молодой человек с красным галстуком, который наверняка сейчас сядет с вами в одну машину. Скажите, что за аппарат вы рекламируете и есть у вас документы или нет? Я рекламировал такой вопрос. А с какой целью вы находитесь здесь? Я здесь, я гуляю. Я еще раз объясняю. Молодой человек работает у нас неделю. То есть, возможно, что... И через неделю он может презентовать дорогостоящее медоборудование. При этом не может по нему ничего сказать просто напрямую. Или он просто не имеет права голоса. Стеснялся. Я еще раз вам объясняю. Он может постеснялся. И вот тут возникает вопрос. Молодые люди не стесняются собирать вокруг себя пожилых людей и рекомендовать им чудо-приборы. А вот нам прокомментировать свою работу застеснялись. Деятельностью этих продавцов заинтересовались и работники полиции. В дежурную часть уже обратилось около 10 человек, которые поддались уговорам уличных продавцов. Я бы рекомендовал данные приборы медицинские, тем более сложную бытовую технику покупать в специализированных магазинах, в аптеках. Тем более медицинские нужно по назначению врача. Насколько законно действуют представители группы «Статус», продавая свои медицинские приборы, сейчас разбирается полиция. Ну а пока жителям Соликамска стоит быть бдительнее и не доверять свое здоровье каким бы то ни было чудодейственным приборам без направления от своего лечащего врача. Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, Олег Власов, телекомпания «Сольтово».